Вопрос, связанный с экзорцизмом. Обычно экзорцизм ассоциируется с католической церквью. Мы все, многие, я думаю, видели ужастики, да, всевозможные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа изгоняю тебя Святым Крестом Господа нашего Иисуса Христа, кто живет и правит с Отцом и со Святым Духом. Демен! Что это? Все-таки действительно этот феномен существует? Существует ли что-то наподобие экзорцизма в Русской Православной Церкви? И вы, как человек, который находится внутри, сталкивались ли вы с этим? И какие эмоции, чувства вы испытывали, если вы это все-таки видели? Ну, всякое такое бывало, разное. Да. Значит, смотрите, в католической церкви, насколько мне известно, целый ряд епископов бьют тревогу и требуют, чтобы в каждой епархии был экзорцист, а то и не один. Потому что они сами свидетельствуют, что в общественном пространстве уже давно пахнет серой, что лукавый разгулялся. Поэтому это традиционная для них такая сфера. Не каждый там, наверное, может, там какой-то есть сенс. Вообще экзорцисты были в Древней Церкви. Наряду с епископами, диаконами и священниками в Древней Церкви были катехизаторы. Это люди, обучающие, проповедующие, готовящие к крещению. И заклинатели-экзорцисты. Они были, то есть это был чин церковный. У католиков это все более развито, чем у нас. У нас, значит, смотрите, чины изгнания всякого зла из человека, они повторяют заклинательные молитвы, которые находятся в чине крещения. Если вы представляете себе чин крещения, то там в начале целый ряд таких сильных текстов обращено на то, чтобы оградить и защитить человека от всякого зла, вот этого мистического зла, и изгнать всякие следы этого зла из него перед своим крещением. Обычно это только, это еще раз повторяется, прочитывается потом там духовниками, если нужно, над кем-то. У нас очень много на этот счет разных разговоров. Скажу вам следующее, что война человеческая, опять-таки война, не за доллары, не за нефть, не за государственные границы, она идет не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной, как пишет нам Писание. Поэтому так или иначе с лукавым воюет каждый человек, верующий человек, в меру своих возможностей, в меру того, что Бог ему разрешит. И человек, который победил зло внутри себя именем Иисуса Христа, победил гордыню, победил обиду, победил зависть, победил уныние и страх, победил похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Вот такой человек по благодати Духа Святого получает власть выгонять вот это зло и из других людей. То есть условием экзорцизма предполагается внутренняя победа над злом в себе. Потому что если ты выгоняешь зло из кого-то, но из себя его еще не выгнал, то ты совершаешь, ты являешься причиной для смеха в невидимом мире. То есть смешно выгонять кого-то из кого-то, значит, если его же ты из себя еще не изгнал. Поэтому в этом, собственно, вся проблематика этого явления. Надо, чтобы человек был чист максимально, ну скажем так, ну как Серафим Саровский, как преподобный Сергий, да, как Блаженная Матрона, для того, чтобы его слово молитвенное было огнем, опаляющим зло. Если это условие будет не достигнуто, то цель будет тоже не достигнута. Это очень опасное занятие. Часто за него берутся монашествующие, но не все подряд, там люди понимают, что это такое. Обычно очень не рекомендуют заниматься тем людям, у которых есть дети, женатым священникам, потому что удары могут быть не на того, кто это делает, на его семью. Это очень непростая тема. И, конечно, браться за нее может далеко не каждый десятый священник. Или далеко не каждый десятый монах. И даже не каждый пятидесятый монах. То есть это очень редкая вещь. Потому что ты сталкиваешься с этими вещами, мистикой. Ты сталкиваешься с окончанием молитвы Отче Наши, избавив нас от лукавого. И эти слова наполняются такой конкретикой, от которой шевелятся волосы. Да, это серьезная вещь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!